Я не была вот здесь вот очень давно, очень давно. И я собственно прибыла только ради того, чтобы посетить музей. Кстати, это великий, просто величайший музей. Считаю, что это один из лучших. Полные 300 рублей, семейные. Так мы не семейные. Заходим. Первое, что я вижу, это устои воскресенского моста 18 век. Вот так все это вывезло. Вот этот мост. Вот этот. Только представьте себе, как его замело культурным слоем или чем. Вот смотрите, вот эти кирпичики. Видите, вот эти, вот эти, сейчас, 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 где, 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 где. Во, во. Вот эта штука. Я не помню, как она называется в действительности, но она сделана из такого же камня. И я подозреваю, что вот это, что это настоящий элемент настоящего Кремля. Это потом уже там какие-то кирпичи наворотили. На макете вот тут вот на самом верхнем ярусе мы видим какой-то нелепый мосточек 80 сантиметров высотой. А тут, что мы видим тут? Вот стоит дяденька. И что это у нас? Как минимум 3-4 метра, а то и больше. То есть вот эта вот впадинка. Поднимусь вот сюда. И вот тут вот я стою. Стою и посмотрите снова на высоту этого моста. То есть вот такая вот впадинка. В общем, я немножко запуталась в этом абсурде. Может быть, конечно. Да, наверное, все-таки я немножко не права, быть может, вот где-то вот на этом уровне. Вот такова была высота. Вот здесь гуляли люди. Всякие там эти пастухи, монахини и так далее и тому подобное. Кстати, 17 век это 1600 года. И еще до принятия Христия. Да, до изменения календаря я хотела сказать. Извините, извините. Каюсь. Новодел. Так. Ну что? Ну что? Я вот... Ну какие? Это какие? Это какие кирпичные? Ну стой. Ну какие? Хорошо, ладно, кирпичные, но явно не вот такие вот. Во! 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 Во каким был мост! Вот таким был мост, господа, товарищи. Ой! Какая работа! Ого себе! Вы поглядите! Это что еще такое? Реконструкция небольшого археологического раскопка. Ну хорошо. Вот эти какие-то пенопластовые блоки. Какой же веселый. Ну вот. Вот истинный материал, из которого строилась. Вот. А не вот тут вот. Это, наверное, может какой-нибудь 19-18 век. Кстати, когда оно исчезло? Когда исчез мост? По мощным культурным условиям, как мы говорим, тоже нет. Кнился былой восход на переводку. Деревянные сваи уплотняли влажный прибрежный грунт. В его глубинах раскрывались арки домов из Кавасилия Зеленова. Среди находок верхнего горизонта оказались недросты, подсвечники, медленные пикассивы, фарфоровые статуэтки. Это мы знаем по архивным материалам. Их расписывал художник-каронист Петровского времени. Его рисунок оперативно восстанавливали наши современницы, художники-реставраторы. По ней, в Зенеглинии, мог проезжать сам Фёдор Дмитрий. Исследования продолжались. И снова сюрприз. Под фундаментом дома из Кавасилия открылся в горячий круг начала семнадцатого века с местного времени в российской истории. Ступеньки под клеток приводились на нетронутый материал. На этом уровне и был когда-то вкупом бочонок. Следы металлургического производства, обнаруженные рядом, относятся к 15-му веку. По семнадцатому веку. Будущие манерные площади. Архиволические исследования проводились при постоянном внимании мэра города и поддержке правительства Манковой. В исторических метрах торговой площади века оставили не только малые сосуды, но и гигантские чады. Именно здесь проходился пустыня. На пластах истории выросли арочные основания, палац, домин-глинжи и деревянные конструкции переулков-тостюмов. В раскопках участвовала не только увлеченная московская молодежь, а теологам помогали подвенными строительствами. Горизонт был буквально проникан деревянными сваями, протяженными водоотводами, могучими деревьями от двойных рисковой достройки. А рядом кипела стройка. Несмотря на сложные условия ускоренного строительства, когда теологам строители буквально наступали на пятки, раскопки велись по всей современной научной метрости, по всей обстоятельной фиксации и переставрации на кодексе. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok и являлся одним из чудесов старой волны. И ниже выселивали сооружение из дерева, конструкции плотины тамбры от древней вечной переправы XVI века. Здесь начиналась древняя церковская дорога. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Это что-то очень печальное Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Древний класс Наша видеокамера запечатлела первое мгновение Знакомства артеологов содержимых пакетов Я поняла, что меня смущает Это размер моста и под какой глубиной он оказался И то количество земли, которое где-то нашли И все это завалили Как? Вопрос как? Вот это пока что неизвестно На территории Москвы обитали вятичи Вероятно, они же веничи Они же вивениты какие-нибудь А также кривичи за рекой Клязьмы Так что вот такие вот дела, господа Племена разные были Странно, да? Кровь идентичная А вот названия племен Разные Странно Вот это меня всегда удивляло Я снова пришла к этому макету Чтобы показать вам Мост Ну и где здесь 4-3 метра Здесь полтора максимум Так, фактики подъехали Длина моста составляла 115 метров А ширина, господа, 15 Вот Раз И два Поняли, да? Вот арочка Еще одна арочка Там еще одна в стене осталась Вот тут-то Посчитаем-ка Три, два, три, четыре Вот через это должна проходить Была река Неглинка Вот так вот Вот сюда Представляете? Вот это вот Вот это 15 метров 15 метров Высота не указана Но я еще раз внимательно посчитаю Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому